Популяризация профессии вообще архитектора это очень важная вещь на сегодняшний день, потому что архитектор это не только человек, который делает проекты на самом деле, хотя очень многие только так и думают. Но я с этим сталкиваюсь постоянно, даже сейчас уже еще сталкиваюсь, и мне приходится убеждать и глав там, и их курирующих замов и так далее, что архитектор это не только человек, который вам выдает проектные решения. Это совершенно иного характера специалист. И обязательно надо советоваться с архитектором, всем строителям, девелоперам, когда они выбирают участки, потому что чаще всего происходит следующее, когда ты приходишь и тебе дают земельный участок, говорят, вот мы выбрали, а там ничего нельзя построить на самом деле. Поэтому это очень важно. И, наверное, сказать еще стоит о том, что как раз вот это и есть новая роль профессии архитектора, к которой мы должны делиться, к которой мы должны говорить об этом чаще, что это такое на самом деле, и не бояться привлекать молодых архитекторов в эту деятельность, и не бояться им рассказывать о своих проектах и внедрять их в город, их пространство и жизнь. Я выпускница Оренбургского государственного университета, я думаю, все об этом знают. И я очень надеюсь, что среди сегодняшнего поколения студентов будут люди, которые и будут практикующими архитекторами, и останутся у нас в области, и будут ее развивать, и будут составлять ее креативный капитал. Потому что, на мой взгляд, это самое важное, что мы можем иметь сегодня. Это люди и их компетенции, особенно среди архитекторов, дизайнеров и дизайнеров архитектурной среды, и так или иначе причастных к этому людей. Я теперь передам слово Кириллу Артамонову, это выпускник программы «Архитектор ИРФ», и он как раз расскажет более подробно о новой роли современного архитектора в нашем обществе. Спасибо, Наталья. Всем приветствую еще раз. На самом деле очень здорово видеть такое большое количество заинтересованных лиц в зале. Я немного представлюсь. Можно, да, презентацию? Меня зовут Кирилл, я ведущий архитектор компании «Простор» из Ульяновска. В прошлом году я прошел программу «Архитектор ИРФ», но, помимо всего прочего, я член направления Союза архитекторов, и более 7 лет занимаюсь проектированием жилой застройки в основном, но и общественной тоже в городах России, в регионах, в своем городе, в том числе с использованием информационных технологий, в том числе не особо понятно многим BIM и так далее. Начнем с того, что наши города развиваются очень активно, технологии тоже развиваются, развивается запрос на иные потребности у горожан, у жителей. Если раньше там связь была очень плохо организована и так далее, то в ближайшие годы это все коммуникации, все, оно развивается очень большой скоростью, и, соответственно, появляются новые запросы потребности, время у людей экономится и так далее. Вопрос такой вообще возникает о том, как же изменяется роль архитектора в связи со всем этим происходящим. На самом деле вопрос очень сложный, вопрос, я бы сказал, находится в подвешенном состоянии. То есть города меняются, по идее должна измениться роль архитектора, но, тем не менее, пока и образовательная система, и вот сейчас пример приведу, компетенции, которые дает версия про стандарты, они, в принципе, очень общие, и они тоже не понимают вообще, в чем заключается эта роль. То есть там предполагается ряд компетенций, там, по-моему, более 17 штук, но в целом они все очень общие, то есть это творческое мышление, и работа архитектора заключается не в проектировании, там еще в чем-то, а просто создание метода подхода к работе в поиске решений, подготовки документации для реализации. В принципе, любая профессия, она под эту рамку подходит. И тогда вопрос, в чем же заключается работа архитектора. Понятно, что современный архитектор, он там должен развиваться, но опять же это все относится и к другим профессиям, то есть это повышать свою квалификацию, это изучать технологии, подходы, путешествовать, но вообще, тем не менее, в чем же именно новая роль, остается в подвешенном состоянии. Существует ряд проблем, которые, в принципе, мешают как раз пониманию этой роли. Первое, это непонимание роли архитектора формирования среды, которую она окружает, не понимают эту роль как чиновники, жители, так и сами архитекторы. В основном старые закалки, они привыкли жить в одном политическом строе, и сейчас многие чувствуют себя вообще обиженными, вы нас бросили, вообще что нам делать, вообще в этой ситуации не понимают. Не понимают роль заказчика, потому что он строит, он зарабатывает квадратными метрами, и в принципе, зачем мне нужно там улучшать среду, улучшать средовое качество, я и так получаю деньги, то есть у него нет запроса на какое-то долгосрочное проектирование и вообще на какое-то долгосрочное развитие, и он думает, ну зачем мне вообще эти люди нужны. Точно так же не понимает во многом власть, зачем им нужен архитектор, потому что они в принципе тоже говорят, ну строим, но у нас, например, в городе губернатор, он сам себя считает архитектором, он принимает решения какие-то, он не зовет советоваться, у нас есть союз очень активный, тем не менее его не привлекают, какие-то решения принимаются, потом возникает вопрос, почему же так случилось. Собственно, еще проблема — это непредпособленность и не гипнозаконодательная база к современным потребностям. Опять же, база законодательная у нас разрабатывалась в основном в советский период, она соответствовала как раз и политическим веяниям, и в принципе необходимости технологической того периода. Она была хорошая. Сейчас идет изменение жизни, и, соответственно, база тоже должна переосмысляться. Но, тем не менее, этого не происходит, в основном идет такое замещение наименования документов, там СНИПы превратили в СП, но принципиально ничего не изменяется. Очень здорово, что сейчас есть попытки формирования новых стандартов, каких-то стандартов городов отдельных, местных регламентов, которые пытаются на это реагировать, но не всегда это получается. И работа архитектора во многом превращается в работу юриста. Если мы хотим какое-то решение применить, которое не соответствует нашим нормативным стандартам, начинаем выискивать подходы, начинаем выискивать какие-то решения, возможно, искать лазейки в том моменте, когда у нас документации не соответствуют друг другу. Надо отметить еще, что документация у нас очень плохо структурирована, и кто-то любит копать глубоко, кто-то нет. И какие-то ответы на поверхности, кажется, вроде нельзя сделать, можно копнуть дальше, и что-то получается. Есть в принципе другой принцип, подход. Это написание технических условий дополнительных специальных, но это дорого, и застройщики сейчас на это не идут. Соответственно, тоже проблема большая. Еще одна большая проблема – это, в принципе, неготовность людей к переменам и отсутствие у них запроса на качество. Потому что во всяком случае в провинциях, я не знаю, там в столице, наверное, много путешествуют люди. У нас люди часто не выезжают вообще за пределы родного города. И получается так, что, ну, как они живут, они так привыкли, их, в принципе, все устраивает. И когда им говорят, давайте что-то менять, они думают, ну, вообще, как это возможно, вообще, зачем это нужно. Вот там пришли архитекторы, они сейчас скажут нам, давайте что-то менять на какие средства, лучше там зарплаты прибавить, там пенсии, что-то еще. Но никто не задумывается о том, как это, в принципе, может повлиять на среду. И о том, что грамотные те же самые проектные решения, они могут влиять на экономику, удешевлять проект, и при этом не нарушая его качество, а наоборот, даже порой экономия, можно сделать очень классные вещи. Ну, и ко всему прочему, это теоретическая направленность образования. К сожалению, я в работе часто сталкиваюсь, к нам приходят студенты, которые даже не понимают вообще, в чем заключается их специальность. Кто-то приходит просто там вообще посидеть на практике, кто-то не знает о том, что существуют какие-либо нормы, кто-то приходит, ну, говорит, мы пришли делать картинки, мы больше ничего делать не хотим. Конечно, важная вещь тоже, но тем не менее нужно понимать, в чем заключается реальная работа. Тоже вызывает определенные трудности. Надо отметить, что сейчас есть очень позитивные изменения, которые как раз позволяют нам поразмышлять и представить то, вообще как меняется вот эта новая роль архитектора и вообще что она себе может представлять, в чем будет заключаться работа в будущем. То есть некая визуализация. Во-первых, идет развитие современных технологий, то есть появляется информационное проектирование, это BIM, дальнейшем SIM, параметрическое моделирование, потом идет развитие VR и дополненные реальности и так далее. Во-первых, зачем это нужно и в чем позитивное влияние. То есть архитектор может уделять гораздо больше времени тому, чтобы более комплексно подходить к решению каких-либо проблем. Может больше времени уделить на творческий подход, на аналитику. Это очень важно. Это дает такой простор и для творчества, в том числе и для более глубинного раскрытия любой тематики, которую архитектор затрагивает в своем проектировании. Наша специальность становится более междисциплинарной. Это следующее направление. То есть первая – это диджитал архитектор, вторая – это архитектор-коммуникатор. То есть роль архитектора может меняться в направлении, когда он становится из простого проектировщика, который где-то у себя в маленькой конторке что-то проектирует, потом строит, превращается в коммуникатора. То есть это человек, который собирает информацию от различных людей, то есть ведет диалог, выстраивает этот диалог с жителями, выстраивает диалог с властью, пытается понять, что же на самом деле людям нужно, и, возможно, необходимое решение, оно очень такое маленькое, очень, в принципе, понятное всем, и лежит на виду, но никто об этом не задумывается. Соответственно, роль для архитектора превращается в некого модератора. Также у нас сейчас время быстрой коммуникации, в принципе, появляется возможность спросить мнение у специалистов с разных стран, с разных регионов. Этому способствует возможность проведения конкурсов, привлечения в участие в конкурсах специалистов различных других городов. Я дальше перейду к одному из своих проектов. Я работаю в компании, которая занимается, помимо проектной деятельности, еще и разработкой конкурсов. И вот нам посчастливилось участвовать в конкурсе в Екатеринбурге. Это был конкурс на создание концепции застройки Екатеринбург-Сити. У екатеринбурговцев есть особенность такая, что они как-то хотят все время выделиться и показать, что они очень самостоятельны и могут быть независимы от столицы. И показать, что они очень дееспособны, самостоятельны. Как мы введем проектную деятельность? Во-первых, мы все время выезжаем на местность, потому что любой проект невозможен, если ты не погрузился в среду и в пространство. Во-вторых, мы пытаемся пообщаться с как можно большим количеством людей и понять вообще, чем они живут. Ну, опять же, это к вопросу коммуникации, к вопросу того, как конкурсный проект соответствует реалиям архитектора будущего. Вот таким образом мы поехали на местность, пообщались с людьми и оказалось, что у них очень большое влияние на них оказывала культура сказок известного писателя Бажова. И, собственно, мозговым штурмом мы дошли до того, что Екатеринбург это такой город, который должен выделиться определенной застройкой. Этой застройкой стала как раз памятник архитектуры, памятник каменному цветку из одного из произведений Бажова. Что удивительно, многие иностранные специалисты, в том числе, которые приезжали участвовать в этом конкурсе, такого подхода, в принципе, не использовали в проектировании и у всех были, ну, более-менее стандартные небоскребы, которые никак не творили образы Екатеринбурга. Соответственно, к чему я все это рассказываю, это к тому, что любые простые решения, если поговорить с людьми и выстроить этот диалог, они оказываются на поверхности очень часто и позволяют принять очень грамотно завершенные решения. И, как правило, не обязательно это будут местные там проектировщики, это могут проектировщики извне, которые могут быть привлечены для вырабатывания собственного мнения какого-то стороннего территории о регионе. Вот это еще немножко изображения проекта. Кстати, что примечательно, мы победили в этом проекте и потом часто конкурсные работы, они, в принципе, и заканчиваются на стадии эскиза. На данном проекте мы продолжаем работу, мы сделали проект планирования территории и в дальнейшем, возможно, перейдем уже к строительству, там что-то уже решаются вопросы. Еще картинки. Также мы участвовали в конкурсе развития территорий Севастополя. То есть это проект карантинной бухты. Опять же, первое, что мы сделали, поехали на местность и именно на местности поняли о том, что сама территория, сама набережная, хотя это Приморский берег, она вообще не работает, потому что она не закольцована, некуда идти. Вот сейчас непосредственно у нас в городе такая же ситуация. У нас очень любят инициировать проекты, которые, ну, вообще городу, в принципе, не нужны, никого не спрашивают. У нас есть набережная прекрасная в Волжске, есть набережная Свияжская. Волжская набережная, она очень сильно оторвана от города, туда нет доступа никакого. Но почему-то все время все хотят ее благоустроить именно вот из правящих структур. Никого не спрашивайте профессионалов, кто вообще стоит это делать или не стоит. Советы не спрашивают. Выделяются какие-то денег, какие-то даже проекты делают, но тем не менее все не работает и получается все впустую. Хотя есть другая река, которая находится в структуре города и, в принципе, могла бы существовать, если просто выстроить диалог и спросить вообще, что нужно и можно ли что-то сделать. Дальше тоже изображение по проекту. Мы очень активно стараемся участвовать в комфортной среде. То есть тоже вы слышали о программе, наверное, федеральной. У нас, к сожалению, в моем городе таких проектов реализованных очень мало и я бы сказал, что они реализованы очень качественно, но тем не менее проекты в небольших городах нашей области, они стараются реализоваться. В некоторых мы даже поучаствовали. Проблема сложная. Проблема, опять же, увлечения коммуникацией. С каждым проектом мы, во-первых, учимся коммуницировать и, наверное, все ближе приходим к тому вообще пониманию, что диалог на самом деле нужен. И, соответственно, роль архитектора в том, чтобы этот диалог превратить потом в дальнейшем в проект. Это проект одного из парков в Димитровграде. Это парк, он находится в шелой застройке. В принципе, представляет собой просто лесной массив. Мы проводили, опять же, исследуем выезд на местность, потом вовлекали жителей, проводили воркшоп, узнавали, что же им действительно нужно. И оказывается, то есть парк, в принципе, их все устраивает, в этом парке, так как он существует сейчас. Но он очень темный, он мрачный, там такое сборище все время не будет полученных жителей происходит. То есть люди боятся там гулять и первое, с чего стоит начать, там с освещения. И, в принципе, если будет освещение, все людей устроит. Ну, ко всему прочему, мы сделали точку притяжения, там дальше будет по проекту. То есть это центральное ядро, потому что вокруг находится садик детской школы. Опять же, люди гуляют с колясками с детьми и все находится в доступе, в обзоре. Сейчас этот проект как раз находится на стадии реализации. Посмотрим, как получится. Не могу сказать, качественно он, некачественно будет сделано. Конечно, с этим тоже бывают оплены проблемы, но стараемся работать. Другая ситуация происходит с сельскими территориями. Тоже комфортная среда коснулась и села, и поселки. У нас ситуация такая очень необычная была. К нам пришли председатели Кузоватова. Говорят, вот, знаете, нам нужно сделать проект площади Ленина. Нас, в принципе, все устраивает. Вообще, мы село, мы не город, нам вообще ничего не нужно, что вы предлагаете. Нам сказали, относились на что-нибудь. Понятно, что когда человек не очень понимает, что им нужно, и вообще нужно им что-то, очень сложно работать. Но, тем не менее, они были открыты, опять же, в диалог, и к тому, чтобы что-то попробовать реализовать, уплатить, сказали, вы знаете, делайте. Мы начали выяснять о том, вообще, как город работает, как сделать так, чтобы пространство получило отвлек и у горожан, в принципе, и у жителей. выяснили, что Кузоватова имеет очень такой культурный, хороший навык изделий из дерева, изготовления изделий из дерева. Соответственно, часть площадок мы большую очень сделали из дерева, и чтобы горожане могли увлекаться в этот процесс. Когда люди это все увидели, они такие, посмотрели, сказали, ну, как бы мы можем найти из применения, и уже стали более позитивно относиться к самому проекту, к тому, что у них что-то произойдет. Сейчас тоже, опять же, объект идет на стадии строительства, когда появляются вот эти вот круги, это, в принципе, тоже можно тактическим урбанизмом ситуацию, когда не строится каких-то объектов дополнительных, есть просто асфальтовая площадь, и на ней рисуется определенный узор зонирования. Опять же, они говорят, зачем, как мы здесь будем маршировать. Когда он начинает воплощаться, там тоже определенные технические проблемы возникают, но сейчас у людей уже появляется понимание о том, что да, в принципе, это все возможно, это нужно, и в последний раз когда они приезжали, они говорили, нам все нравится, уже плитка появилась, все здорово, красиво, типа да, здорово, то, что мы на самом деле обратились и к архитекторам, и здорово, что мы участвуем в этой комфортной среде. То есть у людей появляется понимание. Дальше изображение проекта тоже. Вообще, очень здорово в профессии архитектора, современного архитектора вот эту всю информацию о том, как может быть, транслировать в регионы. Собственно, очень много образовательных программ на это направлено, но они какие-то обычно неполные были. И вот в 2018 году программа архитектора РФ появилась, и она, пожалуй, в себя включает очень большую базу и знаний, и навыков, и вообще просто такое идейное вдохновение для, именно для регионов, когда регионы не знают вообще, как работать, как поступать в среде, у всех большой упадок, апатия какая-то, вообще что происходит, и программа дает новые силы, новое вдохновение, мне посчастливилось участвовать. То есть у нас проходила программа в несколько модулей, это были европейские модули, мы посетили Европу, это Барселона, Копенгаген, это Роттердам, это Берлин, посетили города России, посмотрели контрасты, мы попали в Владивосток, я из Ульяновска, это вообще очень далеко, мне кажется, кто не попал бы в жизни, вот, посетили Якутск и увидели, что в принципе, несмотря на все эти контрасты, проблемы во всех городах одни и те же, у всех есть желание меняться, и все хотят этих глобальных изменений, и в принципе, где-то какие-то вопросы удалось решить, где-то решить не удалось, но пытаются, соответственно, организовалось определенное сообщество, в котором тоже можно себя спросить совет, у которого есть группа, опять же, в соцсетях, которая позволяет эти советы быстро получить и получить быстрый ответ на какой-то интересующий вопрос, в том числе профессиональный, в том числе просто поделиться опытом решения каких-то вопросов. Дальше, по окончании программы, каждый программ, вообще зачем это все было нужно, то есть, и вообще, как это применять на практике, нам было предложено всем выбрать какой-то сложный объект, возможно, проблемную ситуацию своего города, и, соответственно, придумать пути решения и какую-то стратегию решения этой проблемы как раз используя вот этих вот стандартов коммуникации с использованием приемового диалога, попробовать создать, как раз инициировать возможно диалог с чиновниками, жителями, горожанами и архитекторами. И, ну, в своем, как бы, в случае проекта я выбрал ситуацию с территорией на нашем городе, это территория Суворовского училища, которая блокирует часть исторического городского центра. У нас, к сожалению, исторический центр не столь сильно сохранился, как у вас, он всего составляет несколько улиц и частично причем. И вот часть этого исторического центра блокирует территорию в 6 гектар. Причем она блокирует не просто эту территорию, а блокирует еще и улицу. Когда вообще этот проект озвучил, так все залупались, потому что территория принадлежит Министерству обороны, и в принципе вообще куда вы лезете, ребята? Но тем не менее мы провели исследование, мы пообщались с людьми, узнали, что оказывается в городе есть множество сообществ, которые в принципе тоже за то, чтобы эти улицы открыли, узнали, что к территории примыкает кукольный театр, который нуждается в площадях и так далее. Узнали, что в принципе все бы не против открыть эти улицы, потом копали дальше, узнали, что во всех документах, в том числе в генплане, который у нас давно устарел, в принципе, нового давно не принято, он разнился с тем же ПЗЗ и прочим, именно улица открыта. Ну, опять же, подготовили презентацию, подготовили пути решения, предложили, во-первых, открыть улицу, во-вторых, передать, точнее поискать на территории города участки для того, чтобы Суворовский училище смогло переехать. Потому что Суворовский училище, в принципе, до города очень важный объект, и потерять его ни в коем случае нельзя. Тем более, что в городе есть участки, на которых это училище могло бы разместиться гораздо больше территорий, не в историческом центре, не нарушая никакие связи и так далее. Но опять же, мы все это рассказали, презентовали. Стрелки в процессе всей презентации у нас происходила как раз работа на стройплощадке, там светло очень сильно, но историческое здание замечательное, и также на территории были советские постройки. И вот как раз пока изучали проект, то велись работы по сносу советской застройки, причем снос был такой уже хаотичный, быстрый, воровский, чтобы быстрее, быстрее, быстрее все сделать, чтобы никто не успел. Вообще, я помнится. Но тем не менее, все это снесли. Вот тоже картинки, опять же. И вот что они предлагают построить. Предлагали построить просто безликие бараки в историческом центре. В принципе, это тоже очень большая проблема, но опять же, мы презентовали все как дипломную работу. Так все полупались, вроде надо делать, но как вообще, чтобы сделать с дипломной работой. Очень так тоже у нас ребята, в принципе, реагировали, ну как бы министерство обороны, что можно сделать. Тем не менее, по приезду домой мы продолжили работу над этой территорией, начали глубже погружаться в тему, начали информировать через СМИ, через различные соцсети жителей в том, что вообще есть такая территория. Как вообще, ну изначально было понятно, что многие не знают о том, какие территории существуют. То есть тем самым мы начали инициировать эту проблему для горожан. Не могу сказать, что все было очень успешно. То есть, да, многие там относились со скепсисом, многие, тем не менее, там поддерживали. Мы находили какие-то письма, находили документы, которые говорили о том, что улицы переданы не могут. Копнули дальше, глубже подключились юристы. Оказалось, что, значит, улицы городу, город не передавал ни в коем случае служебному училищу, и заборы нужно убрать. Но все наши письма, все попытки что-то сделать, они возвращались назад. И вот это все, те наши движения в попытках как-то улучшить среду, они повредили за собой то, что жители города все-таки к этой проблеме откликнулись и создали петицию. Соответственно, петиция набрала какое-то определенное количество голосов, хотя тоже мы в это не верили, что вообще что-то будет, и проблему начали освещать. Как бы я не могу сказать, что будет дальше, то есть это вся ситуация в подвешенном состоянии, но, тем не менее, прошел уже почти год, а стройка стоит, и стройка дальше не идет. Соответственно, бараки не строятся, и причем сейчас пошли изменения о том, что статус земель поменялся, если там изучать кадастровы, истории и так далее. То есть все я рассказываю к чему? К тому, что любая история может иметь продолжение, и главный архитектор должен инициировать любую проблему, и помимо того, что он проектирует, помимо того, что он проектирует информационно, помимо того, что он занимается вовлечением, он еще должен заниматься и может заниматься тем, что он обозначает какие-либо проблемы, пытается найти решение, пытается улучшать наши города, и, возможно, сам вот этой всей инициацией в дальнейшем ведет к тому, что появится какой-то новый другой проект на какую-то территорию. Собственно, на этом мой рак заканчивается. Хочется еще отметить, что сейчас идет прием заявок на участие в новой оффлайн-программе архитектора RF 2.0. По ссылке, в принципе, можно, я думаю, зарегистрироваться и попробовать поучаствовать. Всем большое спасибо. Если есть вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Ангелина. И у меня такой вопрос. Вот по поводу B-моделирования. Мы бы хотели сейчас изучить эту программу. Вот наши команды для участия в конкурсах. И, в принципе, это нужно. И, может быть, вы посоветуете какую-то онлайн-платформу, на которой можно это сделать действительно качественно, нужно? На самом деле вопрос такой тоже, знаете, не то что открытый и подвешенный. Сейчас идет, тем не знаем, конкурирование график софта и конкурирование автодеска. В принципе, платформы, они способны выдавать качественную BIM-модель. Для себя мы тоже тестировали, тестировали одну, вторую, третью, определили архикад как наиболее удобный. Но, опять же, это такая очень субъективная версия. Сделать можно во всем, можно сделать качественно. А если Revit? Вот, например, Алексей Меркулов, у него курсы. Ну, я как раз о Revit, Егор, с Автодеск, это как бы Revit, AutoCAD, Freedom Max, общая совокупность. В чем преимущество Revit? То есть у них более гибкая система покупки программ. То есть оплат, если я говорю, фиксов, то он очень дорогой, то у Revit весь пакет, он выходит дешевле, есть возможность оплаты. Поэтапно как-то, на годовых оплат и так далее. Вообще, еще дополню, на самом деле, среду должен выбирать не проектировщик, как сейчас принято, да, все-таки заказчик скорее, потому что заказчик потом с этой BIM-моделью работает. То есть это не просто модель, которую архитектор сдает, в принципе, о ней строится, забывается. То есть BIM направлено на то, чтобы в дальнейшем здание эксплуатировалось и этот жизненный цикл наслеживался. То есть, соответственно, застройщику это все содержать, там, содержать компании, там, ЖКХ и так далее, и им выбирать, сделать выбор, в какой программе работать и уже давать заказ на конкретный продукт. Остались код-вопросы. Здравствуйте, меня зовут Даня. Вы сказали сейчас, что преимущество Revit в более гибкой оплате. Могли бы прокомментировать вообще отличия Revit и Архикад? Какие у них преимущества друг перед другом? Может быть, что выбрать лучше, по вашему мнению? Ну, смотрите, значит, в принципе, Revit, да, эта программа, она больше для тех, кто, ну, конструктор скорее, то есть не для архитектора. Там есть некоторые моменты, то есть, например, отображение в 3D, в том числе здания, когда мы не можем отобразить, очень удобно и проектировать, продолжать моделировать, в том числе в перспективе. То есть на перспективу там можно ставить отдельные камеры, выходить. Это очень неудобно, просто, ну, для архитектора это неудобно, скажем так. В Архикаде этой проблемы нет. В том числе в аналогию, да, у Revit очень хорошая продуманная система работы с арматурой, с конструкцией, ну, конструкторам удобнее, опять же, в ней считать. В Архикаде архитектору удобнее считать сметы и ведомости. То есть, я говорю, опять же, каждый выбирает продукт от себя, то, как ему удобно. Есть ли еще вопросы? Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Вот вы рассказывали про проект про казармы. С чьей подачи вообще начинался этот проект? Как вы на собственной инициативе или какая-то коммерческая подоснова у вас была? Как вы работали таким общественным пространством, то есть города? Интересна вообще история этого решения вашего заняться этим пространством? Смотрите, у нас сообщество, как я говорил, в принципе активное, и мы очень периодически инициируем какие-то сложные архитульные вопросы и пытаемся вывести их на обсуждение. Вот с Суворовским училищем, с казармами, обсуждение велось, по-моему, если не ошибаюсь, с 15-го года, я тогда еще студентом был, ну почти, уже не совсем. И как-то я слышал, что есть тема, но я участия не принимал, я вообще не знал, что происходит. На самом деле там предлагалось решение проектное и так далее к работе, но здания советские стояли, стояли, в принципе, эксплуатировались, то есть обучение шло образовательный процесс в Суворовское училище, то есть как есть, так и есть. Никто не реагирует, изменений не происходит, в принципе, зачем этим заниматься. Но как раз в 2018 году, я говорю, так совпало, что вывесили паспорт объекта на стены и пошла такая новость о том, что в центре города пошла какая-то стройка. То есть уже мы заинтересовались тем, что вообще происходит, узнали, оказывается, что есть эта проблема, подумали, как ее можно решить, вообще на самом деле нужно ли ее решать. Пришли к выводу того, что нужно решать. В процессе узнали, что здание сносится, сносится, вообще уже нонсенс пошел такой, да. Но я говорю, опять же, пока, то есть мы как бы стройка стоит, но положительное решение о том, что улицы нам откроют или не откроют, нет, скорее есть даже, наверное, отрицательное все-таки решение о том, что нас просто игнорируют. То есть нас игнорируют, делают вид, что нас нет. И мы, в принципе, возможно, так и закончимся тем, что просто все сделают и скажут, ну, как бы ничего не было, и не знаю, пока чем закончится, но опять же будет приятно, что, во всяком случае, стройка стоит и, возможно, какие-то подвижки все-таки будут, потому что вопрос сейчас поднялся более остро. Здравствуйте, меня зовут Анна. Что вы считаете самой сложной в работе современного архитектора в России особенно? Такой хороший вопрос, что я считаю самым сложным. Мне кажется, любая сложность, это вообще понятие субъективное, то есть было бы желание с этой сложности справляться, с любой сложностью можно справиться, можно найти путь решения, и каждый человек для себя решает, что в него сложно. Для меня сложно сама эта работа, точнее, даже не то, чтобы сложна, непонятна работа пока что с аппаратом именно управления власти, в том числе коммуникации. У нас, например, в городе нет главного архитектора, не принят генплан, то есть у нас вот эта коммуникация очень сильно нарушена, и вот для меня сложность именно в восстановлении ее, в понимании, как это должно работать, и чтобы оно действительно работало, а не просто существовало. Для меня сложность именно в понимании вот этой вот всей структуры взаимодействия. Здравствуйте, еще раз. Вы говорили, что в рамках своей программы вы ездили в Европу, то есть вы набирались опыта там, я так понимаю, и как вы считаете, архитектуру в России, у нее больше европейский, путь азиатский или свой собственный? Тоже хороший вопрос. Я по приезду очень много вообще задумывался. Сначала даже не понимал вообще, зачем стоит ехать. На самом деле я считаю, что у России, наверное, свой путь, но именно то, как приходить к этому пути, развитие решения, наверное, стоит черпать, на мой взгляд, у Европы. Мне очень понравилась в Дании, вообще понравилась их структура и управленческая структура, о том, как у них выстроены как раз вот эти вот связи горизонтальные между застройщиком, между девелоперами, между чиновниками, архитекторами. То есть у них это все очень понятно. Во всяком случае настолько, насколько нам удалось понять, общаясь с главным архитектором Дании и изучая проблему. То есть нас водили опять же по стройкам, водили общаться с проектировщиками, у них очень много спрашивали. У меня сложилось впечатление, что ориентироваться именно в подходе надо на Европу, но искать свой собственный путь. И рано или поздно к ним прийти. Опять же у нас больше территории, у нас совершенно иной путь именно развития, становления архитектуры в том числе. И мы… этот путь гораздо он короче, он гораздо более сложный, потому что в Европе все шло как-то полномерно, без скачков. У нас и политическая система менялась и так далее, и все это взаимосвязано. Поэтому путь у нас, конечно же, иной. Добрый вечер. Вы затронули здесь информационную модель BIM и ЦИМ. Буквально в 2017 году появилась информация, что где-то в некоторых пилотных регионах внедряется ЦИМ-модель. Что такое ЦИМ-модель? Это цифровая информационная система города, где у нас город построен в 3D-модели, все его инженерные коммуникации, то есть живая информационная система города. То есть где-то у нас прорвало коммуникации, либо строится здание, и информационная динамика показывается все в электронном виде. Где-то вот вы сказали, что мы полуроссии объездили, образно говоря, где-то такая практика внедряется ЦИМ-модели именно. Я не сталкивался. Я знаю, что у нас в городе, например, очень мало вообще команд работает и занимается как раз именно в BIM элементарно. То есть у нас нет даже понимания, что это, зачем это нужно. То есть у архитекторов понимание сложилось, как это использовать. У застройщиков понимания такого нет. Они, в принципе, многие слышат, что там вот BIM, там модно, здорово. К вопросу, да, я показывал проект в Екатеринбург-Сити, нам тоже запрос поступил. Нам нужна BIM-модель. Мы начали выяснять, что от нас хотят получить, ну, по итогу, потому что непонятно, что вы давать. То есть люди говорят, ну, BIM, да. Ну, в какой среде вы хотите ее получить? Вам ее в дальнейшем использовать, продолжать продвигать и так далее. Нам говорят, ну, знаете, ну, наверное, SketchUp подойдет. Ну, как бы все мы знаем, что SketchUp – это большой 3D-пейнт. Ну, как бы понимания нет у людей, причем у людей в крупных даже городах. То есть мы к этому тоже, опять же, идем мелкими шагами. То есть мне кажется, это все визуализация именно будущего, как должно быть. Но пока к этому еще далеко идти. Ну, как бы опять же технологии развиваются быстро. Возможно, это далеко, это вот следующий год буквально. Я так понимаю, CIM – это расширенная модель BIM, да? И вот здесь речь идет о BIM-моделях. Я думаю, может, народ уже в курсе, может, мы как бы отсталые, да? То есть может, она уже внедрена в каких-то городах у нас. А здесь, то есть, в практике пока в России… Есть пилотные проекты и в России есть, да? То есть там… Города именно какие-то есть? Я знаю, что в Новосибирске как бы выполняют работу. Там какой-то цикл пробуют делать. То есть они у нас начинаители, в том числе и параметрики и всего остального. Я говорю, у нас вот как бы это архитекторы внедряют, опять же, внедряют для чего? Чтобы ускорить свою работу, чтобы избежать количества ошибок, потому что они объединяют как бы весь цикл полный в одном проекте. Но застройщики, говорю, именно они пока еще к этому тоже идут. Они не готовы. Они об этом слышат, знают, как это использовать, не понимают. Еще, наверное, риторический вопрос такой. В начале своей лекции сказали, да, что у нас руководитель региона сам себе архитектор, да? Но вот исходя из практики, да, из опыта, в каждом населенном пункте руководитель населенного пункта, он сам себе архитектор. Как-то договариваться удается искать компромиссы? Я бы сказал, что, наверное, какие-то моменты есть, когда удается искать этот компромисс. Я пока сталкиваюсь в основном с негативным опытом. Не говорю, что у нас прям совсем негативный любой оптонный опыт. Мы учимся работать с ними и однажды научимся. И вот сразу замечу, как предложение Натальи Николаевны, да, может выйти от правительства, чтобы архитекторов, городов слышали, да, руководство так вот. Может как-то это закрепить нормативно-правовым актом? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Может, ко мне адресованы, конечно, в большей степени. Ну, знаете, я думаю, что однозначно будут слышать, это точно. Не знаю, как муниципальных архитекторов, областного точно. Но для того, чтобы, конечно, слышали всех, я думаю, и компетенции каждого муниципального архитектора должны быть очень высокими. И, на мой взгляд, оптимально, если этот архитектор является прошлым практиком, потому что практическая деятельность – это основа вообще всего-всего будущего для архитектора на самом деле. Спасибо. Так, остались еще кого-то вопросы? Вот вы были в разных городах России, в разных широтах. И как вы считаете, есть ли у России единый путь развития всех этих городов? Или у каждого города, у каждого региона есть какой-то свой путь, своя особенность, уникальность, которую нужно развивать, не добавляясь в обобщение по всей стране? Тоже хороший вопрос. У нас страна очень большая, находится и в разных часовых поясах, и в климатических. Естественно, путь развития у всех, он разный. У каждого города есть своя особенность. Эту особенность нужно искать, учленять, на ней акцентироваться. Но сам подход, сам путь, я не знаю, те же самые какие-то стандарты, принятие законодательных документов, оно может быть общим. Подходы к благоустройству, они должны быть индивидуальны. А вот именно принцип, как работать, как строить эту работу, он должен быть один. Здравствуйте. Сильно ли мешает или помогает советское наследство развитие российской урбанистики? Спасибо. Это тоже хороший вопрос. Я не могу сказать, что оно мешает или помогает, оно есть. У меня город, это такой, прям, не знаю, очень-очень советский. То есть у нас родина Ленина, у нас строилось все, там приезжали архитекторы со всей страны, строили эспланаду, строили памятник, архитектуру. Сейчас пытаются как-то от этого избавляться наследие, пытаются устанавливать какие-то исторические здания, церкви, в том числе у нас в городе, которых уже нет и, в принципе, наследия не осталось. То есть это наследие нужно сохранять. Это очень хороший признак советского наследия. В принципе, это такой пример, когда, не мы брали пример с Европы, да, и шли по вектору развития европейского, а наоборот, когда Европа пошла по вектору развития Советского Союза. Другой вопрос, как куда оно пришло, то, что нам не дали, точнее, Советскому Союзу не дали немножко какого-то времени, да, возможно, все это довести до ума, но, возможно, было бы неплохо. Поэтому все, что есть, это все хорошо, надо с этим работать, опять же, и подстраивать, и настраивать под нынешние условия. Есть ли еще вопросы? Тогда осталась важная миссия выбрать, у кого были лучшие вопросы. Кирилл, да. Попытка. Пошла борьба за книги, да? Нет, не борьба за книги. Кирилл, смотрите, вы сказали, что сперва вы, получается, вы езжаете на местность и анализируете, задаете вопросы местным жителям, проводите, возможно, какие-то социальные опросы. Вы также сказали, что заказчики не всегда понимают, в чем задача архитектора и чего они, в принципе, хотят от архитектора добиться. Каким образом вы ведете общение с жителями данных городов, с населением, то есть, и вообще, как вы доносите до них, что вы именно хотите улучшить жизнь, и как вы именно анализируете то, что для них это нужно. Вот вы привели пример застройки жилого квартала в Екатеринбурге, ну, Екатеринбург-сити, так скажем, возможно, я что-то упустил. Вот, как вы проанализировали вот эти опросы, так скажем, и приняли такое решение, что для них, для жителей нужно именно вот это, что вы хотите предоставить. Смотрите, вот в случае с Екатеринбургом, да, тут ситуация, в принципе, такая, да. Изначально и техническое конкурсное задание подразумевало устройство именно небоскреба, и, соответственно, цель этого именно выделиться как бы на фоне страны, да, то есть найти какой-то образ, который выделит именно Екатеринбург на фоне остальных. В Москве мы знаем, там есть Москва-сити, да, но, в принципе, красивое издание свое, ну, кому-то нравится, кому-то нет, потому что как бы вкусовщина, там, ну, они, в принципе, прямые, прямые, обычные. Они не имеют никакого такого общего цельного образа. Вот. В Екатеринбург, если он хочет выделиться, он, то образ этот должен получить. То есть мы, когда в случае этого проекта мы искали именно образ, идентичности самого Екатеринбурга. То есть мы общались с жителями и смотрели вообще, чем живет ее город, изучали, я помню, там группа была какая-то проектная в Екатеринбурге активная, которая поиском идентичности занималась, занималась там поиском создания нового бренда, то есть изучали вообще, чем они занимались. И дальше уже делали вывод, опять же, там, путем обсуждения внутри компании, вот, и выбирали проект, как бы, наиболее подходящий, на наш взгляд. Вот. Если выбрать проекты комфортной среды, там, не знаю, там, живу и застройку, чем мы занимаемся, то, опять же, у нас в организации есть команда исследователей, которые, опять же, занимались этим вопросом и подводили, делали вывод, выдавали технические задания уже проектировщикам. Не знаю, ответил на вопрос, не ответил? Не совсем, но, смотрите, мне было интересно именно, как вы доносите для жителей, вот, суть вашей миссии. Все, все, понял. То есть, смотрите, вопрос какой, да, при общении с жителями всегда, в принципе, люди будут чем-то недовольны в процессе. То есть, если выбрать комфортную среду, общение с ними направлено, в первую очередь, с тем, чтобы, во-первых, понять, что им нужно, да, на самом деле, ну, это как бы делаем выводы, а во-вторых, чтобы снизить некий этот резонанс негатива, то есть, когда человек сам участвует в проекте, когда он чувствует то, что этот проект, он для него, то есть, как раз для этого производится воркшоп, до этого идет диалог с ними, до этого спрашивает, что они хотят, вовлекается с ними вместе от работы, потом предоставляется проект уже поправленный с ними на обсуждение. Соответственно, это сделать для того, чтобы человек чувствовал свою причастность к этому объекту, не хотел его ломать, хотел его поддерживать, хотел его дальше разливать. Хорошо, смотрите, вы говорите о том, что изначально было задано определенное количество вопросов определенным количеством людей во время соц. вопросов. А дальнейший диалог как происходил? Дальнейший диалог происходил под введением того, что людям нужно. То есть, мы как бы показывали им результат нашего опроса, рассказывали, что вот у вас такой запрос есть, показывали им проект, соответственно, свою реакцию на этот запрос, что мы предлагаем. Дальше опять его корректировали, корректировали до тех пор, пока большинство проектов… Ну, опять же, на всех не угоди, что есть проектная группа, которая выбирается, она целевая, как правило, это люди, относящиеся непосредственно к территории, если там брать парк и так далее, то есть это садики, примыкающие к этой территории, это жилые дома, жители. Опять же, скажу, что у нас в городе есть такая отрицательная практика этих опросов, когда ты вроде приглашаешь на соц.опрос население заинтересованное, вот, к этому подключается, опять же, муниципалитет, вот, и вместо заинтересованных людей приходят люди, которые, в принципе, создадут наименьший резонанс, кому это, в принципе, не нужно, они пришли посидеть, ну, и просто посидели, и дальше уши и молчат. То есть были такие случаи, и как бы, ну, этого не избежать. Это, опять же, показывает о том, что нам нужно культуру этого диалога развивать и идти к ней в дальнейшем. Хорошо, тогда последний вопрос. А вообще, вот, люди при этих соц. вопросах были ли заинтересованы? Было ли это им нужно? В случае с Димитровградом люди были заинтересованы, там вообще позиция такая, что люди пытаются участвовать в жизни города, пытаются что-то менять, у них очень такая, ну, активная позиция. Вообще у нас, если взять Димитровград, да, то есть люди хотят сами участвовать очень сильно. Если взять наш Ульяновск, да, у нас, естественно, как и во всех городах есть группа активистов, но в основном люди думают, ну, что можно поменять, и стараются избегать участия. То есть вопрос задавали групп, говоря, на улице, да, среди прохожих? В том числе и среди прохожих, и в соцсетях, то есть инициировали проблему различную и пытались увлекать. Этот момент настал. Нет? Кто здесь поднимал руку? Я хотела спросить, насколько далеко вы уходите от своей идеи во время выполнения проекта? Смотрите, на самом деле по-разному мы стараемся идею сохранять, но очень часто бывает так, что идея трансформируется и до незнаваемости, бывает так, что идея сохраняется полностью, а бывает такое, что иногда как раз в ходе вот этих изменений всех мы понимаем, что идея в итоге превращается в нечто более качественное и более совершенное, потому что в какие-то моменты мы не смогли выглядеть, а как раз вот эти вот все и замечания, и какие-то невозможности в изготовлении каких-то там элементов, да, или там нежелание это возможно сделать, они ведут к поискам иных решений, и соответственно эти решения порой лучше. Скажите, пожалуйста, вот, как продолжать профессионалу развиваться после окончания института, не считая каких-то очевидных вещей, типа чтения книг, лекций в интернете или дополнительного образования, какие-то нестандартные вещи, которые могут развивать профессионал, возможно, вы их как-то используете. Можно уточнить. Стандартные вещи развивать по собственной инициативе или в принципе. По собственной инициативе это поездки на стройку на авторские надзоры. Это как бы самое лучшее, самое первое развитие, да, то есть когда ты погружаешься в процессы, понимаешь, что где-то ты что-то не узнал из университета, да, где-то тебя не доучили, а где-то как бы наоборот ты понимаешь, что на стройке не хотят что-то делать. То есть это такая очень мощная школа именно общения между строителями, проектировщиками и в попытках в итоге воплотить проект в творческие жизни. На мой взгляд, это самая мощная школа. Ну и опять же дополнительные программы образования это архитекты РФ, это и всякие иностранные издания, это и чтение журналов. Но опять же есть, я знаю, стажировки в различные университеты, это есть стажировка после института. Я, например, ездил в свое время на стажировку к Андрею Асадову в бюро в Москве. Мне это для себя, вообще для понимания, в чем в профессии архитектора, очень многое дало. То есть это и вдохновение, опять же, и понимание, что вы из провинции, можно куда-то выйти и чего-то добиться. Приветствую вас. Спасибо за приятную лекцию. Было интересно послушать. И в основном спрашивают про сложности. Хотелось бы спросить конкретно лично вас. Я понимаю, что профессия архитектора, она сложная и многообразная. Конкретно у вас, что является для вас вдохновением и стимулом для работы? Во-первых, вдохновение, когда ты видишь, что твой объект, он воплощается. Это очень здорово. Это вообще непредаваемое ощущение. Если он воплощается, ну хотя бы процентов на 70 того, что ты задумал, это еще лучше, это еще более приятно. Во-вторых, ты смотришь по сторонам. То есть это очень важно делать. Это очень важно смотреть, что происходит в других городах, в других странах. Как этому способствуют и соцсети, и те же образовательные программы. Возможно, там поездки, в отпуск или еще куда-либо. То есть ты смотришь и видишь, когда какие-то проблемы, которые ты решить не можешь, кто-то решил. Возможно, они не совсем подходят там к твоей ситуации, но тем не менее, когда люди находят решение каких-либо сложных проблем, значит, это очень вдохновляет. Ну, лично меня. А скажите, пожалуйста, процесс реализации проекта – это больше борьба за оставление реализации самой идеи, или это все же поиск компромиссов в ее реализации? Ну, вообще, это больше, наверное, все-таки поиск компромиссов. Но опять же, компромиссов каких? Это порой компромиссы с собой, и заказчиком, и финансовой. То есть компромиссы могут быть различные. Это не всегда, опять же, этот поиск компромиссов везет к тому, что идея утрачивается. То есть бывает просто, там, не знаю, замена, опять же, материалов, бывает изменение ситуации, там, в том числе, ошибки и катастрофы различные.